В Германии книги немецкого журналиста Хуберта Зайпеля о Владимире Путине убрали из продажи. Авторы бестселлеров обвинили в том, что он в выгодном свете представлял президента России и получал российские деньги за свою работу. Что еще известно о скандальных обвинениях в адрес Зайпеля, расскажет наш СОПКОР в Берлине Сергей Курохтин. Он с нами на прямой связи. Сергей, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Павел. Ну, нужно, конечно же, сказать, что Хуберт Зайпель очень известный в Германии журналист, и не только журналист, но и кинорежиссер, создатель многих телевизионных фильмов и писатель в том числе. И у него много премий как за материалы, которые он публиковал в газетах и журналах, так есть премии и за его телевизионные фильмы. И как раз вот в нулевые годы, когда в Германии поднялся интерес к России, ну и особенно к Владимиру Путину, потому что я напомню, в 2001 году Владимир Путин выступал в Бундестаге, и выступал на немецком языке. Вот тогда Хуберт Зайпель как раз и стал делать материалы, так или иначе, посвященные России. И в 2009 году он снимал фильм о Газпроме, и в рамках подготовки к этому фильму он снял первое интервью с Владимиром Путином. И как он потом рассказывал, после этого интервью он остался на ночь в резиденции Путина и играл с ним в бильярд. И в 2012 году он выпускает фильм, который стал очень знаменитым в Европе, и прославил, конечно, и Хуберта Зайпеля, фильм «Я Путин. Портрет». Ну, достаточно сказать, что только в Германии с тех пор фильм повторяли, показывали 51 раз. А компания Norddeutsch Rundfunk, которая его как бы заказывала и для которой был снят этот фильм, она его продала в 11 странах. И там широко показаны и тренировки Владимира Путина, и как он с собаками обнимается, и его разговоры с ним, и о политике, обо всем. В общем, вот этот фильм, он активно до сих пор используется практически во всех европейских средствах массовой информации, если нужно вот что-то показать, связанное с Россией. И вот в это же время, после этого точнее, он начал работу над книгами и выпустил две книги, одну в 15-м году «Путин. Логика власти» и одну в 21-м. «Власть Путина. Зачем Европе Россия?» Выпускала эти обе книги издательство Гамбургское «Хокман и Кампе», и обе книги стали бестселлерами и продавались. Вот до сих пор, пока сейчас, издательство как раз и не объявило о том, что они изымают их из продаж и начинают изучать материалы, которые опубликовал журнал «Шпигель» и еще телекомпания «ЦДФ». Но главный, конечно, здесь это «Шпигель». Он опубликовал материалы о том, что у Хуберта Зайпеля во время подготовки вот этих книг был спонсорский договор, в котором говорилось о том, что компания, это одна из компаний на Виргинских островах, что эта компания окажет Зайпелю материальную и организационную поддержку во время подготовки этих книг. Потому что книги готовились 8 лет, и, соответственно, издательство не несет никаких затрат именно на работу над книгами, выплачивая только гонорар. И вот после публикации «Шпигеля» об этом спонсорском договоре как раз и последовало заявление издательства, которая заявила, что будет теперь изучать, насколько такого рода договор он мог повлиять на содержание этих книг и что издательство намерено предпринять в дальнейшем. Нужно сказать, что вот к этой теме охотно-охотно подключились очень многие средства массовой информации в Германии. И как раз Шпигель, который опубликовал статью по этой теме, он в этой статье, в главной статье, где об этом все пишет, внутри этой статьи есть еще одна статья о том, откуда же взята информация об этом договоре. Очень интересно просто то, что эта статья тоже не меньше, чем сама статья о Запеле. И в этой статье коротко говорится о том, что вот эти материалы о Запеле поступили в Шпигель анонимно. И дальше идет рассуждение о том, правильно ли, что они публикуют документы, которые поступили к ним анонимно. И говорят о том, что они постарались узнать, откуда они, они видели о том, что хакеры взломали целый ряд финансовых компаний кипрских, в том числе компанию CyberDirect, которая занимается финансовыми перечислениями и финансовыми операциями. И вот после взлома хакеров целого ряда финансовых компаний, как раз после этого от анонимных источников Шпигель получил эти материалы. И дальше журнал пишет о том, что мы думали о том, если это анонимно, можем ли мы это публиковать, можем ли мы этому доверять или так далее. Но решили все-таки опубликовать. И, кстати, Шпигель написал письмо, естественно, Запелю с комментариями. И Хубер-Зайпель не стал отмалчиваться. Он написал им большое ответное письмо, в котором он не отрицает наличие спонсорского договора, не говорит об этом. Но при этом подчеркивает, и Шпигель вынужден это процитировать, говорить о том, что в самом договоре говорится следующее. Автор не имеет обязательств перед спонсором в отношении проекта. Ни в отношении содержания и состава книги, ни в каком-либо другом отношении. Вот такое правило, которое четко говорится в этом договоре, и которое гарантирует то, что автор не будет никак зависеть от организационной или материальной поддержки своего спонсора. Он в Шпигеле тоже публикуется. Но, естественно, Шпигель, как и другие средства массовой информации, в данном случае интересуют другие аспекты. И, конечно же, сейчас будет попытка представить Хуберта Зайпеля как человека, который делал материалы, посвященные России, так или иначе, будучи в этом материально заинтересованным. Но самого Хуберта Зайпеля, я не сомневаюсь, это не очень сильно смутит, потому что достаточно сказать, что, например, в 2015 году, когда вышла его первая книга, он выступал в Швейцарии на презентации этой книги тогда. И он читал там большую лекцию, которая называлась «Добро, зло и мы журналисты». И там его спрашивали, а как вы относитесь к тому, что говорят, что все эти ваши книги и материалы вы все пишете, потому что вы симпатизируете России, потому что вы в этом заинтересованы. На что тогда еще Зайпель сказал, ну это еще что, тут вообще-то я регулярно читаю о том, что я агент КГБ, и именно поэтому я так стараюсь делать эти материалы. То есть вот эти обвинения, которые сейчас прозвучат, они, конечно, Хуберта Зайпеля не сильно, я думаю, удивят. Но то, что немецкие средства массовой информации, конечно, воспользуются этим для того, чтобы постараться нивелировать значение тех и книг, материалов и фильмов, которые Зайпель готовил по отношению к России, в этом нет никакого сомнения. Павел? Да, благодарю вас, Сергей. Наш Субкор в Берлине Сергей Куровтин. В эти минуты поступают новые заявления секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева. Он сообщил, что Россия уничтожает в ходе спецоперации склады снарядов с обедненным ураном на Украине, чтобы не допустить их использования против себя. Как отметил Патрушев, поставки Украине снарядов с обедненным ураном существенно повышают радиационные угрозы, но политические элиты Запада не беспокоятся о здоровье даже собственного населения. Патрушев обратил внимание, что на прошлой неделе Европейский комитет по радиационному риску отметил увеличение количества частиц урана в воздухе на юго-востоке Англии, как следствие перемещения воздушных масс Западной Украины. Наши предостережения не были услышаны. В итоге, в результате уничтожения складов с поставленными англосаксами снарядами с обедненным ураном, с целью предотвращения их применения против России, на протяжении нескольких месяцев европейцы фиксируют повышение радиации в своих странах, сказал секретарь Совбеза. Вести ФМ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok